Второй план, 60-х, 70-х. Надо начинать все-таки с экономического фона. Обязательно. Иначе специфика этого времени будет не очень понятна. Но, во-первых, именно в это время городское население стало составлять заметное большинство жителей страны. 62% к 80-му году. Это примерно 180 миллионов человек. Но, вы понимаете, переезд в города – это, помимо всего прочего, повышение уровня образования. Тем более, когда речь идет о крупных городах. Дело в том, что вообще-то в стране была официальная программа поддержки малых и средних городов. Но, как многие советские целевые программы, она толком ничего не дала. И люди все равно старались перебраться в областные центры, в города-миллионники, в столицы союзных республик, в Москву, Ленинград. И объяснялось это очень просто. Во-первых, это другой уровень снабжения. Во-вторых, это гораздо более разнообразные возможности получения работы. Я уже не говорю о системе образования. Скажем, в городах-райцентрах высшее образование получить было практически невозможно. Но, может быть, где-то был какой-то педагогический институт. Ну, вот давайте сравним две цифры только. В 60-м году в стране было три города с населением более миллиона человек. Это Москва, Ленинград и Киев. В 80-м году таких городов было все-таки 23. И эта разница очень значительная. Ну, вот я сказал о том, что это влияло на уровень образования. Понимаете, опять же, к концу 70-х годов 80% жителей страны имели, ну, хотя бы восьмилетку за плечами. И все больше увеличивалось число тех, у кого за плечами было 10-летнее образование. Понимаете, все-таки, ну, вот в послевоенные годы, или там в середине 50-х, полную среднюю школу заканчивало меньше 40% детей. Ну, а в 75-м было введено всеобщее 10-летнее образование. Правда, оно допускало варианты, и мы прекрасно знаем, что, скажем, среднее образование в варианте общеобразовательной школы и в варианте профессионального технического училища было очень разным. Ну, у меня, понимаете, есть свой довольно смешной опыт по этому поводу. 83-й, что ли, это был год. Вот, ну, в общем, присыл в школу в гости парнишка, который за пару лет до этого нас покинул, потому что учиться совсем не мог и не хотел. Я ему говорю, как у тебя дела? Ой, у меня, Леонид Александрович, одни четверки и пятерки. Я говорю, ну, давай в сторонку отойдем, на скамеечку сядем и поговорим поподробнее, как это такое получается. Он говорит, ну, а что, у нас три предмета, вождение, устройство автомобиля и правил дорожного движения. А история там химия, ну, сидишь, не балуешься, уже три, а если я одну фразу сказал, то, безусловно, четыре. Понимаете, и это, конечно, проблема была для среднего образования с тех пор, как его сделали полным и обязательным. Но, все-таки, тем не менее, уровень образования вырос значительно. Об уровне образования я говорю не просто так. Дело в том, что у человека с более высоким уровнем образования и другие духовные запросы и потребности. Ну, посмотрим. Вот, к концу 70-х годов, 10% занятого населения, ну, каждый десятый, это люди с высшим образованием. А государство все еще говорит, у нас государство рабочих и крестьян, у нас вот есть два класса, а интеллигенция прослойка. И всегда возникал вопрос, еще у школьники нередко этот вопрос задавали, а прослойка она между чем и чем? Интеллигенция прослойка между рабочими и крестьянами, это очень странно получается. Но дело в том, что в этом слое прослойка был некий, все-таки, элемент уничижительности. И это достаточно остро воспринималось. Теперь другая сторона проблемы, это тоже пока фон того, о чем мы будем говорить. Все-таки именно в 60-х годах стала быстро решаться жилищная проблема. Расселили бараки в основном, расселили подвалы в основном, стали расселять коммунальные квартиры. Переезд в отдельную квартиру, это возможность совсем по-иному организовывать быт. Отсюда спрос на очень разнообразные предметы бытовые и на то, что называлось товарами длительного пользования когда-то у нас. То, чего люди не могли покупать, когда они теснились в одной комнате. Отсюда же безвременно завершившийся книжный бум, потому что сегодня уже люди распродают час свои домашние библиотеки, все больше переходят на цифровые носители. А тогда же мы за книгами гонялись. Действительно, без всякой иронии книга была лучший подарок. Только если это добротная книга была, конечно. Ну и все-таки в это время растет заработная плата. И объявлялось, что именно рост зарплаты это главный способ повышения доходов населения. Но расти-то она растет. Но реже вспоминали другие цифры. Дело в том, что есть такой показатель. Чистая продукция. Вот в этой чистой продукции, в ее стоимости, доля заработной платы к середине 80-х годов упал до 36%. В развитых странах Запада это было 65-75%. То есть очень низкой стоимостью отличался у нас труд. Да, конечно, при этом были низкие налоги. При этом была низкая квартплата. Но все-таки оплата по труду очень сильно отставала от уровня тех стран, с которыми советская же пресса и вообще система массовой информации так любила Советский Союз сравнивать. Да и сегодня люди старших поколений часто вспоминают, я бы сказал, с ностальгией. Что вот была пенсия, пенсия максимальная со всеми надбавками, при максимальном стаже, достигала 132 рублей. И на эту пенсию можно было жить. Да, это правда. На пенсию в 132 рубля жить можно было. А вот на пенсию, скажем, рублей в 50-70, которую получало все-таки значительное большинство, жить было очень трудно. И кроме того, не надо забывать, что у нас были неизменные цены. Понимаете, вот вы меня ночью разбудите, а я сравнить не так долго прожил в Советском Союзе. Ну, мне 40 лет не было, когда его не стало. Так вот, я в любую секунду назову вам, сколько стоило мясо, колбаса, молоко, яйца, различные виды хлеба. Потому что эти цены не менялись с 60-х годов. Верно. Но при всем том, среднегодовая инфляция по оценке ученых составляла 4%. В основном она была скрытой. Ну, что значит скрытая инфляция? Вот товар исчезает. Вместо него появляется другой, аналогичный, но по другой цене. И вот это вымывание дешевого ассортимента, оно происходило постепенно, не так, чтобы слишком заметно, но оно происходило. И в итоге за 70-е, 85-е годы, ну, вот эти последние 15 лет до перестройки, реальная заработная плата, то есть то количество материальных благ, которые человек мог приобрести, она не выросла. Она на 20% сократилась. И это тоже было бы, может, не так страшно, но это все происходило на фоне тотального дефицита. Дефицит, который постоянно нарастал. Значит, в большинстве районов страны, в том числе в крупных городах, я не очень владею ситуацией, какой она была в Свердловске, скажем, в 70-х годах, но по некоторым признакам знаю, что тоже не очень благополучный. А вот, скажем, в таких городах, как Ярославль или Тверь, ну, мясных продуктов, масла, многих молочных продуктов люди не видели в свободной продаже годами. И, так сказать, понятие колбасной электрички всем было хорошо известно. Я, собственно, сам родственником в Ярославль, так сказать, собирал такие сумки и посылки, даже возил как-то. Но об этом мы сейчас подробно говорить не будем. Понимаете, короче говоря, можно черту подвести вот какую. Что уровень жизни, безусловно, рос. Если мы сравним второй план 70-х годов с началом 60-х, он вырос существенно. Но темпы его очень сильно отставали от общественных ожиданий, от общественных запросов. И эти ожидания, я еще раз это подчеркну, очень подогревались официальной пропагандой. И, кроме того, понимаете, я бы еще сказал о просто многолетней усталости. От ожиданий, от тщетной мечты о комфорте, от сравнений условий жизни, в которых жили советские граждане, с условиями жизни, в которых жили в странах даже Восточной Европы. Ну, об условиях жизни в Западной Европе знали все-таки немногие. И получалась такая страшно раздражающая картина лицемерия. Когда все время тебе рассказывали, как хорошо тебе живется. А то, что ты видел за окном, то, что ты видел вокруг себя, был совсем другим. И на этом фоне, понимаете, вот именно на этом фоне, особенно было трудно и оскорбительно наблюдать за привилегиями людей, имеющих какое-то отношение к власти, вот этой самой номенклатуры пресловутой, все эти распределители, государственные дачи и тому подобное. То есть, ты можешь жить на совсем другом уровне, нежели живет большинство населения, но только при этом не надо именовать себя слугами народа. Потому что иначе получается строчка Александра Аркадьевича. Мчатся в машинах народные слуги, мчатся и грязью народ обдают. Вот это нехорошо. И это очень начинало в те годы чувствоваться. Теперь мы должны посмотреть на то, кто стоял у руля руководства страной. Понимаете, вот после того, как был отправлен в отставку Хрущев, состоялся самый настоящий номенклатурный реванш. Потому что жизнь партийного и советского аппарата при Хрущеве, она была нервозной. Потому что то вот он предлагал вдруг разделить партийные органы на промышленные, сельские. И в одной области оказывалось два хозяина. То вдруг ему приходила в голову идея о тотальной перевыборности всех тех партийных и советских органов, которые официально и были выборными. И, скажем, об ограничении пребывания на посту двумя сроками. Значит, для очень многих партийных начальников это означало, что они должны как-то подвинуться и должность свою утратить. Хрущева не стало и сразу же был провозглашен курс на стабильность. Понимаете, вот как вам сказать, при Сталине был тотальный страх. При Хрущеве была вот такая нервозная обстановка от бесконечных реформ и перетрясок. При Брежне стабильность, именно та самая стабильность, которая с годами превращается в застой. Что касается самого Леонида Ильича, ну, понимаете, вот мои ровесники чуть-чуть помоложе меня, еще его помнят. Ну, конечно, подобрать человека, который бы олицетворял застой лучше, просто невозможно. Потому что, ну, как вам сказать, кадровый партийный аппаратчик. Всю карьеру сделавший в партийном аппарате, значит, вот он был инструктором, потом заведующим отделом, потом секретарем обкома, с должности секретаря обкома он ушел на фронт, там он опять в политотделе, потом опять обком, потом первая секретарь ТСК Компартии Республики, будь то Молдавия или Казахстан. Ну, в общем, карьера вполне определенная. Брежнев был вообще внешне чекомпозантный. Он выглядел солидно, особенно в первые годы, после такого немножко суетливого Никита Сергеевича, он казался очень внушительным. Но при этом он был почти так же малообразован, как Хрущев. И в отличие от Хрущева, он не был одарен творчески. Понимаете, потому что у Хрущева энергия била ключом. Другой раз, что по голове иногда, но вот она била ключом. А Брежневу не хотелось никаких перемен. Он свои речи не то что не писал никогда. Он их, об этом просто вспоминают откровенно спичрейтеры, его бывшие, и прочитывал не всегда, прежде чем начать их читать публично. Хрущев-то все-таки ему тоже, конечно, речи писали. Но он их правил, он их менял, он от них отрывался. И, кстати, когда он отрывался от текста, вот тут-то и начиналось самое интересное. А Леонид Ильич, ну, как вам сказать, особенно под конец, он мог и пять страниц разом перевернуть и продолжать читать, как ни в чем не бывало. А потом сказать, я не виноват, мне так дали. Я по телевизору это сам видел. Но это, правда, уже было в конце жизни, когда он был, откровенно говоря, просто тяжело болен. При этом, удивительная, мне вот совершенно непонятная страсть к наградам. Ну, человек стал, закончив войну генерал-майором, начальником полетат дела армии, он стал маршалом Советского Союза, он стал четырежды героем Советского Союза, а поскольку у него еще была звезда героя социалистического труда одна, то по общему числу этих звезд он обогнал аж маршала Жукова. Ну, и вот тут я хочу обратить внимание, ребят, ваше вот на что. Вот много говорят о культе Брежнева. Да, в газетах, по радио, по телевизору, фемиам этот курился бесконечно. И как только его не называли. И верный продолжатель дела Ленина, и, так сказать, Ленинскую премию по литературе он получил за три брошюрки, которые написали три разных журналиста, и ему принесли в готовом виде. Я, честно говоря, когда они вышли, а я в десятом классе был тогда, ну, я думал, что он, так сказать, знаете, у камина сидел и что-то рассказывал. А они потом из этого сделали текст. Нет, он ничего не рассказывал. Они сами ездили и добывали какие-то сведения, а ему это принесли в готовом виде. Вот, простите, кем надо для этого быть? И на Нобелевскую премию его пытались номинировать. Но дело в том, что чем более активно этот фемиам курился, тем злее становились анекдоты. Понимаете, вот когда о правителе рассказывают анекдоты, это значит, что никакого культа в реальности нет. Это не культ, а фарс, это пародия на культ. То есть, если есть вот такого рода анекдоты, я не буду их пересказывать, потому что начну, не остановлюсь, то это говорит о том, что в стране нет уважения к власти. И это очень ощущалось, ну, по крайней мере, в 70-х годах. О 60-х у меня хотя бы личных воспоминаний, как вы понимаете, нет. К этому надо добавить, что все тогдашнее руководство было очень и очень возрастным. Понимаете, когда в момент вручения ему очередной награды Леонид Ильич сказал, ну, у нас теперь 70 лет, это средний возраст, то он, в общем, даже и не сильно погрешил против истины. Потому что были в политбюро и 80-летние. Ну, понимаете, вообще хорошо относиться к людям старшего возраста с уважением и почтением. Так сказать, хорошее воспитание этого требует. Но все-таки есть время, когда, ну, большие задачи надо перекладывать на плечи боль молодых. А это становилось своего рода таким пожизненным клубом. Вот это пребывание в политбюро. И это, в свою очередь, тоже порождало насмешки. Появился термин геронтократия. И, понимаете, за редким исключением, исключения такие есть, и мне они известны. Но, да я думаю, что и вам какие-то подобные случаи известны. Но за редким исключением люди в таком возрасте, особенно если у этих людей нет хорошего багажа образования и культуры, редко бывают склонны к серьезному обновлению. И своему, и общественному. И это еще была одна, вероятно, причина и осязаемая зримая черта погружения страны в застой. Что это дало политически? Ну, во-первых, этот курс на стабильность и отказ от реформ надо же было как-то оформить. Понимаете, все-таки они пришли к власти в середине 60-х годов, когда до обещанного Хрущева построения материально-технической базы коммунизма оставалось всего ничего. Полтора десятилетия. А ощущение, что мы к этому рубежу близки, как-то не возникало. Поэтому потихонечку все эти разговоры о развернутом строительстве коммунизма стали затихать. Ну, понимаете, не могу не вспомнить, может быть, так сказать, некоторого оживления ради, анекдотический случай, который произошел вот прямо во время нашего выпускного экзамена. Ну, вы теперь выпускные сочинения пишите только тренировочные, потому что у вас система ЕГЭ, а мы тогда писали огромное шестичасовое выпускное сочинение. Ну, и вот приятель мой писал по Маяковскому. Ну, вышли мы дух перевести из зала, где это все происходило. Вдруг он ударяет себя кулаком по лбу и опрометью несется назад в зал. Ну, а во время следующего перерыва я его спрашиваю, что стряслось. Да он, говорит, да я написал в черновике, что поэзия Маяковского будет вечно способствовать делу строительства коммунизма. Самое смешное начинается после этого. Нет смешного. А смешно то, что я, как ни в чем не бывал, спрашиваю, ну и что? Он говорит, идиот. Так вечно будем строить? Никогда не построим, значит. И до меня дошло только тогда. Это я говорю о том, насколько эти все штампы въелись в голову. Потихонечку этот термин стал испаряться. И на смену развернутому строительству коммунизма пришла теория развитого социализма. Потом она была закреплена в Конституции 1977 года, где было сказано о том, что вот в СССР построено развитое социалистическое общество. Развитой социализм понимался как длительный исторический период, предшествующий наступлению коммунизма. И насколько он будет длительный, не оговаривалось. Вот это как раз могло быть неограниченно долго. Правда, я об этом узнал попозже, уже когда работал. По ряд причин мне пришлось немножко углубиться в теоретические сочинения по поводу развитого социализма. И наткнулся я на рассуждение одного видного теоретика, которого не хочу сейчас называть, о том, непосредственно ли после развитого социализма наступает коммунизм, или еще будет стадия высокоразвитого социализма. И, ну, поскольку читал я это уже в 80-х, то, конечно, это живо напоминало споры о количестве чертей, которые могут поместиться на кончике иглы. Вот, вроде бы, несколько столетий миновало, а разговор все те же. Понимаете, ну, это все теория. А если говорить о практике, то практика стала меняться уже в середине 60-х. Вот, в октябре ушел в отставку Хрущев, и уже через месяц редакторы ведущих газет на совещании в ЦК услышали, народ устал от критики Сталина. Ну, не мы устали, а народ устал. У нас же мнение народа всегда всем хорошо известно. Непонятно, каким способом оно изучалось в те годы. Что это означает? Это означает, что из книг и статей, ну, из рукописей, конечно, стали изымать упоминания о репрессиях. Это означает, что если вы берете книгу, изданную в конце 60-х годов, скажем, о полководцах гражданской войны, то вы уже не найдете там даты их смертей, потому что все даты одинаковые в диапазоне 37-39. Я уже не говорю о том, что не будет упоминания о собственно причинах такого хронологического однообразия. правда публикует письмо скульптора Евгения Вучейчича. Это знаменитый Ему принадлежит фигура родины матери, установленная на Мамаевом кургане в Сталинграде. И он пишет, что в истории нашей страны не было периода культа личности Сталина, а были лишь отдельные ошибки крупного государственного деятеля. 65-й год, 20 лет победы. На торжественном заседании впервые после 20-го съезда руководитель страны, я имею в виду Брежнева в данном случае, высоко оценивает заслуги Сталина. Ну, да, во время войны, но все-таки. И начинается такой процесс, который историки называют ползучая ресталинизация. Она должна была, видимо, перестать быть ползучей уже на 23-м съезде в 66-м году, но посыпались протесты, во-первых, со стороны видных представителей интеллигенции, академиков, писателей, деятелей искусства, во-вторых, что не менее важно, со стороны руководителей зарубежных компартий. Я не знаю, как эти зарубежные коммунисты относились персонально к Сталину и как они относились к сталинизму, но совершенно понятно, что они неплохо относились к себе любимым. И для них курс на ресталинизацию в Советском Союзе был гибельным, потому что он означал, что популярность компартий во Франции, в Италии, в некоторых других странах, где у них были неплохие позиции, будет заметно снижаться. И это им было совершенно не нужно. И поэтому, по-видимому, поэтому от официального пересмотра решений 20-го и 22-го съездов было решено отказаться. Но, кстати сказать, и само советское руководство могло рассудить, что так официально отвергать решение двух партийных съездов нехорошо, потому что это не будет способствовать ощущению непогрешимости партийных решений. А лучше сделать это не обращая внимания на эти решения, не упоминая у них. И постепенно образ Сталина появляется на экране, правда, почти исключительно в фильмах о Великой Отечественной войне. Обзацы, посвященные культу личности, исчезают из школьных учебников. Единственное, где об этом упоминалось, это в связи с 20-м съездом, что культ личности был осужден, и пара строчек в 1937 году, и то главным образом в связи с репрессиями в Красной Армии. И даже постановление, очень консервативное постановление от 30-го июня 1956-го года о преодолении культа личности и его последствий. Даже оно стало уже казаться слишком антисталинским. О нем практически не упоминалось. При этом надо иметь в виду, что 70-е годы отличаются от 50-х к 60-х еще в одном отношении. наше поколение семидесятников часто называют потерянным поколением или поколением циников. видеть и я думаю, что второе определение во многом имеет право на существование. Потому что люди выходили на трибуну Комсомольского собрания, тем паче партийного, произносили правильные речи. Потом они же над этим правильными речами посмеивались в курилке. И то, что говорилось в официальной обстановке, и то, что говорилось просто в кругу сослуживцев, как правило, имело между собой очень мало общего. А в тесном кругу семьи или друзей произносились уже совсем другие речи, поэтому правильнее говорить даже не о двое, а о трое мыслей. Я хочу вам больше сказать. Это касается вовсе не только какого-нибудь рядового студента, который должен произносить речь на комсомольском собрании. Нет, это касается в том числе и людей, занятых в правительственном, партийном, комсомольском аппарате. Видите ли, есть очень показательное и в то же время еще очень смешное место в воспоминаниях Александра Бовина. Это очень известный журналист, некоторое время работавший спичрайтером у Брежнева. И вот он рассказывает о том, как кто-то, то ли он сам, то ли кто-то другой из этой команды спичрайтеров, Брежневу в речь вставляет цитату из Маркса. А это 60-е еще годы, когда Брежнев все был в силе, не болел. И Брежнев говорит, вы, ребята, это снимите. Ну, кто поверит, что Ленька Брежнев Маркса читал? Понимаете, ну, анекдот. Но анекдот-то на самом деле очень печальный, потому что это говорит руководитель коммунистической партии, так сказать, поминутно заявляющий о предности марксизму. При этом Маркса он мечтал и даже с трудом понимает, зачем ему это нужно. Что говорить о, так сказать, том, что делалось внизу? Молодежь классиков марксизма кассчитала к семинарам по истории партии, историческому материализму и политэкономии. Но и не более того, понимаете, испарилось то, что было у многих в 30-е годы, вот о чем я говорил на прошлых лекциях, и сохранялось в 40-е и 50-е, в какой-то степени. Испарилась искренняя вера в эти идеологические постулаты в лучшее будущее. Ну, а если так, то естественно, люди начинают читать газеты, как говорится, между строк, люди начинают доверять не официальной пропаганде, а иностранному радио, и это все больше и больше распространяется. При этом, видите ли, в 70-е годы за травление анекдотов уже же не сажали. И рассказывали анекдоты направо и налево. Причем иногда довольно зубодробительные. И я не помню случая, ну, по крайней мере, в моем окружении, чтобы не то, что-то сажали, а хотя бы вызывали кого-то на так называемую профилактическую беседу, дескать, придержите язык. Да не было почти такого. А страх был. И я прекрасно помню людей, которые разговаривая старались или так сказать телефонную вилку из розетки выдернуть, или на кухню переместиться, потому что там телефона не было. Было почему-то всеобщее убеждение, что послушивающее устройство связано с телефонной розеткой. Отсюда, кстати, вот это выражение разговоры на кухнях. На кухнях, не в комнатах. И мне кажется, что вот эта уверенность во всевидении КГБ, она в моем поколении была абсолютной. Она еще, кстати, и намеренно создавалась. Ну, конечно, органы госбезопасности обладали информацией довольно приличной. Но они еще как бы старались всех нас убедить в том, что это их всевидение безгранично. И вот тут я анекдот расскажу. Знаешь, вот человек забегает, ну, конкретное название московских районов, заменю названием окраина, да, забегает на южной окраине Москвы в телефонную будку, набирает номер из автомата, это КГБ, КГБ, плохо работаете, после этого кидается в метро и мчится на северную окраину. Это КГБ, 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 плохо работаете. Ну, когда он произносит ту же фразу в третий раз, ему на плечо кладется рука и голос произносит за его ухом, как умеем. Понимаете, вот это один из моих любимых анекдотов, я вообще анекдот когда-то собирал. И вот это как раз из той Сирии, о чем я говорю сейчас. уверить всех, что Большой Брат бдит за тобою постоянно. Ну, понимаете, все это говорит о том, что государство того времени довольно решительно эволюционирует из тоталитарного в авторитарное. Давайте я все-таки попробую объяснить в меру своей политологической грамотности в чем вижу разницу. Авторитаризм это политический режим, в котором власть сосредоточена или в руках одного человека, или в руках одного властного органа, или может быть в руках одной партии. Он может быть разным, этот авторитаризм. Это может быть монархия абсолютная, это может быть диктатура, не обязательно кстати военная, есть даже такое понятие посттаталитарные режимы, но авторитарные режимы личные права граждан практически не ограничивают. Им интересны политические права. Новую идеологию авторитаризм внедрить не старается, он к идеологии вообще довольно равнодушен. Думайте, что хотите, только делайте как предписано. Даже в принципе многообразие форм собственности при авторитаризме возможно, и хотя в советское время формально допускалась только государственная и колхозно-кооперативная собственность, но уже тогда конечно были люди, которые подпольные создавали довольно крупные состояния, и это не было большой тайной. Понимаете, но общие черты с тоталитаризмом конечно у авторитарной модели есть. Это и ограничение прав граждан, это отсутствие оппозиции, по крайней мере легальной и настоящей, а не имитационной. Это отсутствие демократических институтов передачи власти. Поэтому можно довольно долго спорить о том, был ли поздний Советский Союз государством уже целиком авторитарным, или это некое промежуточное состояние между тоталитаризмом и авторитаризмом. Но дело же понимаете не в дефинициях. Мне кажется, что процесс этот шел довольно очевидно. Но еще одну вещь надо понять. Сегодня довольно часто приходится слышать, что мы в Советском Союзе знать не знали, кто какой национальности. Мы все жили дружно, никто на национальную принадлежность не обращал внимания. Людей моего поколения ни в чем убеждать не надо. Молодым скажу, что вы, граждане, в это не верьте. К глубокому сожалению, это было не так. Конечно, таких межнациональных конфликтов, как, не приведи господи, армяно-азербайджанская война, в те годы не было. а вот разнообразные формы ксенофобии, национальной неприязни сопровождали человека постоянно. я, например, помню, какой у нас разгорелся жуткий совершенно конфликт с мордобоем. Правда, в 80-м году мы закончили тогда институт, оказались в военных лагерях, и вот там все это вылилось. причем там поучаствовали люди разных национальностей. И я хочу вам сказать, что это, наверное, неизбежно в те годы, в 70-е, потому что именно потому, что рухнула официальная идеология. А идеологический вакуум вещь достаточно опасная, особенно в той ситуации, когда общество было предельно идеологизировано в течение многих лет. И понимаете, на смену вот этой все еще формально провозгласаемой, но при этом уже мертвой к тому времени коммунистической идеологии, я не хочу сказать, что не было людей, которые ее исповедовали искренне. Они были, они и сегодня есть, но как идеология всего общества и вот в тех формах, каких это провозглашалось, коммунизм действительно к тому времени умер. Так вот, в результате не только в обществе, а даже в партийном и государственном аппарате началось довольно серьезное увлечение националистическими идеями. Не национальными, а националистическими. И за это, кстати, отчасти мы тоже должны поблагодарить товарища Сталина с его депортациями, с его разговорами о том, что русский народ есть старший брат других народов СССР. Я еще на лекции о 40-х годах говорил вам о том, что это была просто мина, заложенная под национальное единство страны, потому что никто не любит выглядеть или считаться младшим братом. И есть такая книга, я ее, кстати, вам червчайно настойчиво рекомендую. Она опубликована, ее несложно найти в интернете. Это наш с вами современник, историк Николай Митрухин. Книга его называется «Русская партия». И вот что он пишет. Большинство сотрудников аппарата, включая некоторых членов политбюро, в той или иной степени разделяли этно-националистическую мифологию. Этно-националистическая мифология была популярна и потому, что была способна объяснить любой аспект происходящих событий с помощью простой схемы. Ну, понимаете, что значит простая схема, да? Это виноватые народцы в трудностях, в каких-то возникающих в стране проблемах, а проблем становилось все больше. Это действительно очень легкий путь. Партийный аппарат Пистон в целом снисходительно относился к деятельности движения русских националистов, а десятки сотрудников ЦК КПСС и других центральных ведомств принимали в нем участие. Появилась группировка русских националистов и в ЦК в ЛКСМ. Она начала с советского красного патриотизма, ксенофобски относящегося ко всему, что связано с западной буржуазной в кавычках культурой, а закончила пропагандой ценностей русской деревни начала века и идеологии славянофилов века 19-го. Но при этом Митрехин отмечает, основная задача, которую ставили перед собой участники движения русских националистов противодействовать западному влиянию на советскую молодежь, так и осталась решенной. А как она могла быть решенной, когда западное влияние это в одном поколении джаз, а в другом поколении рок? Понимаете, ну не я придумал иронические строки, сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст. Но обвинения во многом строились по этой схеме. И конечно от людей, которым в то время было на пару лет больше, чем вам сейчас, отскакивали как от стенки горох. Потому что когда старшекласснику или студенту говорят, что танцевать джаз не надо, а нам танцевать русские народные танцы то есть современные ценности заменяются музейными действует это не очень эффективно. При этом я хочу сказать вам, что это касалось вовсе не только партийного или комсомольского аппарата. Это касалось значительной части интеллигенции, в том числе писательской. И в этой среде тоже начало происходить размежевание по этому показателю, но об этом просто немножко позже. Видите ли, с одной стороны многие сотрудники партийного аппарата действительно относились к ценностям русских националистов снисходительно. С другой стороны не надо забывать, что официальная цензура существовала, никуда она не делась и любые отклонения от господствующей идеологии достаточно жестко пресекались. Да, цензура брежневского времени по сравнению с цензурой времени сталинского была не просто мягче, она была несравненно мягче, но позади была оттепель и по сравнению с оттепелью произошло цензурное похолодание. И вот оно-то, как любое движение вспять, ощущалось обществом очень болезненным. Понимаете, для людей, профессионально работавших в сфере литературы, дилемма оказалась следующей. либо они работают в подцензурных условиях, идя на компромиссы, какие-то вещи они опубликовать не могут, какие-то формулировки они должны смягчать, какие-то страницы они должны убирать, но тогда они сохраняют контакт с массовым читателем. либо они на компромиссы не идут, но тогда они в советских журналах, в советских издательствах публиковаться не могут, массового читателя утрачивают, вы все-таки не забывайте, что это было не только до интернетской, но и до компьютерной времени, и сохраняют только того читателя, который имеет доступ к сам издату. Но не будем забывать еще об одном, понимаете, как-то мы об этом забываем. Автор, который целиком уходил в сам издат, помимо всего прочего, лишался того, ради чего во многом писатель работает, гонорара, простите. Он должен был жить на вне литературной заработки в этом случае. И я вам должен сказать, что грань, которая отделяла людей, работающих формально и официально в литературе подцензурной от ухода в сам издат, иной раз она оказывалась такой зыбкой, что ее и заметить было невозможно. И человек сам не замечал, как он эту руковую черту переходил. Если говорить о журналах, которые в какой-то степени пытались этому похолоданию противостоять, то, конечно, в первую очередь это журнал Новый мир. Мы на какой-то лекции уже говорили о том, что в нашей стране в силу отсутствия официальной политической борьбы политика ушла в сферу литературы и литературной критики. И вот отдел критики нового мира представленный такими именами, как Локшин, Кондратович, Дементьев, Виноградов, действительно воспринимался как такой передовой отряд, ведущий борьбу со сталинистскими тенденциями в литературе. Но журнал был в очень тяжелом положении, постоянно опаздывал выход на очередных номеров. Почему? А потому что с трудом продирались каждый раз через цензуру. Иногда приходилось заведомо непроходные произведения отклонять еще на редакционной стадии. Понимаете, те времена, когда Хрущев мог лично дать добро на публикацию одного дня Ивана Денисовича, они же прошли безвозвратно. И у нового мира были оппоненты. Оппоненты достаточно серьезные. Это, во-первых, Огонек в глаз Сафроновым. И, во-вторых, журнал Октябрь в глаз Всеволодом Кочетовым. Да? Что? Микрофон выключился. Выключился? Ну, я попробую без микрофона. У меня, в общем, голос позволяет, но будет ли слышно все-таки? Будет слышно? Давайте попробуем так. А этот работает? Наверное, все-таки лучше с микрофоном. Спасибо. Понимаете, чем обвиняли оппоненты «Новый мир»? Ну, вот, например, цитата. «Новый мир занимается дегероизацией жизни, которая так разъедающе действует, что можно говорить о затянувшемся кризисе одного из наших старейших журналов. Понимаете, сегодня слово «кризис» слово и слово. А тогда, если звучало слово «кризис», это был сигнал, что начинается организованная кампания. С другой стороны, понимаете, вот в октябре Всеволод Кочетов в 69-м году опубликовал роман, который назывался «Чего же ты хочешь?». Дело даже не в хвалебных отзывах о Сталине. Дело в том, что роман был воспринят просто как такое антиинтеллигентское произведение, как нападение по всей форме на тогдашнюю советскую интеллигенцию. Но были и оппоненты другого рода. Это, например, журнал «Молодая гвардия». Там довольно любопытная идеология преобладала. Это такая смесь сталинизма с почвенничеством. Что такое почвенничество? С одной стороны, это внимание к национальным корням, что можно только приветствовать. С другой стороны, это неприятие всякого иностранного влияния, отрицательное отношение к новым формам культуры. Я бы сказал, не просто отрицательное отношение, а вот такая фобия, смесь страха и ненависти. И в том числе к современным формам культуры, к современной живописи, к современной музыке. важнейшими авторами тогдашней молодой гвардии тоже были литературные критики Лобанов и Чалмаев. И вот если почитать их статьи, то они пишут о том, что интеллигенция оторвана от народа, о том, что она американизирована, и вот главная опасность это американизация культуры. Всячески противопоставляли Россию Западу, который ей якобы перманентно враждебен. Речь идет о конце 60-х годов. Сейчас. Но конец 60-х годов это ввод советских войск в Афганистан. Чехословакия. Прошу прощения за оговорку по Фрейду. Вот поколенческая. Вот советских войск в Чехословакию. Это, конечно, молниеносно сказалось на похолодании внутри страны, потому что наше руководство очень опасалось подобия пражской весны в самом Советском Союзе. Для чего, кстати, не было, как мне кажется, тогда оснований. И поэтому на новый мир атаки усилились. А тут еще в 1969 году в сам издат попала поэма Твардовского по праву памяти. Открыта антисталинская. И последней каплей стала статья критика Андрея Дементьева. Дементьев, кстати, написал эту статью с вполне, как мне кажется, ортодоксально марксистских позиций. Но направлена она была против возрождения в обществе национализма. И после этого 11 писателей в журнале «Огонек» обвинили новый мир в старом грехе, в космополитизме. Слово, как вы понимаете, еще из послевоенного конца 40-х годов лексикона. А затем стали появляться письма трудящихся, обвинявшие в разнообразных грехах уже самого Твардовского. И кончилось тем, что в 1970-м году, в феврале месяце, ближайшие сотрудники Твардовского из редакции были выведены решением секретаря от Союза писателей, за которым, в свою очередь, стояло партийное руководство. Туда были введены люди другие, ему глубоко чуждые, и Твардовский после этого ушел в отставку. Новый мир еще долго оставался, и сегодня остается одним из наиболее известных в стране толстых литературных журналов, но вот тот новый мир, который был, ну, как вам сказать, очагом свободомыслия, после этого закончился. И в какой-то мере, я должен вам сказать, это было ошибкой со стороны партийного руководства, если даже судить о его собственных интересах. Почему ошибкой? А потому что обсуждение общественных проблем, которые все-таки на страницах нового мира верлось довольно активно, после этого в основном уходит в сам издат, который заведомо не контролируем. Правда, надо сказать, что по принятой в СССР системе за ударом влево обязательно должен был последовать и удар вправо. Поэтому последовали оргвыводы и относительно «Молодой гвардии», откуда был удален ее главный редактор Никонов, но разница состоит в том, что курс «Молодой гвардии» при этом не изменился. Новым главным редактором стал писатель Анатолий Иванов, это создатель известных романов эпопей «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Абсолютный единомышленник снятого Никонова и все авторы «Молодой гвардии» остались при ней. 1978-1979 годы это еще одна довольно известная околоцензурная история. Дело в том, что как раз тогда группа писателей попыталась создать принципиально бесцензурный альманах, некое подобие на новом уровне литературной Москвы, только более решительным. Альманах это назывался «Метрополь». Среди авторов можно назвать Василия Аксенова, Белу Ахмадулину, Фазилия Искандера, Андрея Битова, Андрея Вознесенского, Семена Липкина, Инну Леснянскую. Я с сожалением думаю, что младшие части аудитории два последних имени совсем не известны. Очень советую поэтическое творчество Липкина и Леснянской почитать. Далеко не самые последние в нашем отечестве поэты. Должен был участвовать в издании Метрополя и Владимир Семенович Высоцкий. Но хотя авторы и редакция вели подготовку Альманаха принципиально легально, настаивая на том, чтобы ни в коем случае материалы не уходили в сам издат и не привлекая тех, чьи произведения уже в сам издать ходили, все-таки издания Метрополя власти не разрешили. Более того, участников обвинили в связях со спецслужбами зарубежными, а двух самых молодых авторов теперь это уже почтенные мэтры, а тогда это были начинающие писатели Евгений Попов и Виктор Ерофеев их из союз писателей исключили и в знак протеста Аксенов Липкин Леснянская из союз писателей вышли. Понимаете, чем показательна история Метрополя? Тем, что свободное развитие литературы на рубеже 70-х, 80-х годов оказывал страну совершенно невозможно. В общем, это касается не только литературы, но и театра. Самый яркий пример, конечно, то, какие приходилось бои с цензурой выдерживать на таганке Юрия Петровича Любимова. Можно говорить о фильмах, которые лежали на полках по многу лет, но понимаете, я думаю, что весь этот разговор можно заменить одной цитатой. Цитатой из довольно позднего интервью великого актера Сергея Юрского. Я, когда вдруг случайно на это интервью натолкнулся в газете много лет назад, я просто оторопел от того, насколько точно сказано. Во времена социализма запрет заменял все виды рекламы. Народ доверял властям, доверял полностью их вкусу. Народ знал, плохое, муру всякую не запретят. Если они запретили, значит, дел стоящее, значит, хорошее, они не ошибаются. Видите ли, вот как мне кажется, это вопрос репутации. такую репутацию в один день себе не создашь. Надо постараться. И, понимаете, по мере того, как официальная литература, официальное искусство становится все более скучными, вот, понимаете, можно бы сказать консервативными, но ведь означает это одну простую вещь, скучными. Растет влияние культуры альтернативной. Прежде всего, это авторская песня. Конечно, авторская песня это творчество авторов чрезвычайно разных и друг на друга непохожих. И, понимаете, есть авторы совсем незначие, а есть великий русский поэт Булат Акуджава. Но давайте назову несколько имен. Висбор Акуджава Городницкий Галич Вот это городской фольклор интеллигенции. Помимо этого, есть сына особняком стоящий Владимир Семенович Высоцкий. Вот его поклонники встречались извините, от барака для уголовных в лагере и кончая академической средой. Понимаете, Алла Ефремовна Гербер тоже это выразил очень точно. Его любили все, и народ, и начальство. Он выразил какое-то общее чувство несвободы. А люди, так сказать, помоложе, поголовно увлекаются роком. Роком, который воспринимался официально как искусство чужое, не одобрявшееся. Правда, в 70-е годы преобладало среди творчества российских групп исполнение англоязычного рока, но уже стали появляться и группы, поющие собственно русский рок, доставшим в помощь машину времени. Да, того самого Андрея Макаревича, который сегодня приобрел новую популярность. иную совсем. А с начала 80-х годов просто ракетой взмывает вверх популярность группы Аквариум и Бориса Гребенщикова. При этом надо сказать, что многие тогдашние советские рок-группы об официальных концертах и мечтать не могли. И истории того, каким образом эти концерты устраивались в конце 70-х годов, в начале 80-х годов, это отдельная история. Если кто-то интересуется историей русского рока, я могу посоветовать только книгу Ильи Смирнова, она называется «Время колокольчиков». Не знаю, есть ли она в интернете, но вот такое достаточно интересное изложение этой проблемы. Я, честно говоря, в ней совсем плохо разбираюсь, потому что рок-музыка бесконечно далек. от музыки к живописи. Понимаете, вот здесь канон соцреализма незыблемый. Первая выставка художников, которых стали называть даже не авангардистами, а, мне кажется, точнее, нонконформистами, состоялась в Москве в 1974 году. И выставка эта вошла в историю как бульдозерная, потому что ее разгромили, применяя бульдозеры, вот она на юго-сеподе Москвы, в Беляево была проведена, нескольких участников задержали, и такое-то вызвало дикий скандал, что уже на следующий год, осень 1975, практически этим же художникам разрешили провести выставку в крохотном павильоне пчеловодства на ВДНХ. Я помню эту очередь, я стоял в ней сам три часа, я там был на первом курсе, и нашлись две активные однокурсницы, не всю нашу группу вытащили. Ну, вот как в мавзолее очередь была, есть не подлиннее. А в дальнейшем стали эти выставки так более-менее легально устраиваться, или в залах на окраинах, или в парке Измайлова под открытым небом. Понимаете, то есть тоже все-таки пробку удержать не удалось, ну, сорвало ее, потому что нельзя бесконечно противодействовать тому, что в обществе нарастает. Понимаете, и вот это увлечение альтернативной культурой, это по известной формуле эстетическое расхождение с властью постепенно превращалось в расхождение политическое. И чем больше интеллигенции увлекался альтернативной культурой, тем неизбежнее она приходила к поддержке движений диссидентов. Понимаете, вот теперь я об этом и буду говорить. Дело в том, что если при Хрущеве были только отдельные проявления движения инакомыслия, то теперь оно стало перманентной частью общественной жизни. Причем я опять же позволю себе процитировать человека, который очень точно сформулировал, что собственно такое движение диссидентов. Это участник движения Борис Шрагин. Он написал так, диссиденты знают то же, что и большинство хоть что-то осознающих людей, но в отличие от молчащего большинства они говорят то, что знают. Вот это собственно и есть все движение инакомыслия в одной фразе. Понимаете, опять же, позвольте себе вспомнить случай, ну, как вам сказать, и смешной, и грустный. 76-й год, осень. я на втором курсе, в педанстуте собрали два курса в большую аудиторию, а она такая, знаете, круглая, огромный стол подковой, в основании подковы стоит профессор Кузнецов, кажется, с кафедры философии межфакультетской читает нам лекцию по контрпропаганде. Ну, там много чего было интересного, это можно пересказывать бесконечно, не буду. Вспомнил я эту лекцию вот почему. Среди прочего, лектор сказал, у нас в стране инакомыслящие не преследуются, у нас преследуются только инакодействующие. Да, и еще в какой-то момент он обратился к двумстам сидящим перед ним студентам-историкам с гениальным вопросом. Кто из вас знает, что такое архипелаг ГУЛАГ? Ну, не знающих в аудитории не было. Но рука поднялась только одна. Ну, там был некий альтернативно одаренный товарищ, он рук поднял. Выходим из аудитории. Идут два два мои однокурсник, только они намного меня старше, они после армии, одному в момент поступления был, по-моему, 24 года, другому 26. Один другого спрашивает, громко на всю, так сказать, огромный, весь этот огромный институтский вестибюль, «А че ж ты руку не поднял, ты ж знаешь, что такое архипелаг ГУЛАГ?» А тот ему таким же громогласным голосом отвечает, «Так я ж не инак действующий, я ж инакомыслящий». Ну, и понятно, что от хохота сгибают все, кто вокруг находится. А теперь по порядку. 65-й год. Два литератора Андрей Дональевич Синявский и Юлий Маркович Даниэль публикуют за границей свои произведения. В отличие от Пастернака, делают это под псевдонимами. При этом глубоко русский человек Андрей Синявский выбирает себе демонстративную еврейский псевдоним Абрам Терц. Еврей Даниэль выбирает себе псевдоним Николай Оржак. Ну, довольно быстро секрет раскрыт. И в отличие от Пастернака, власти решили не устроить показательное писательское шоу, а просто применить репрессии. Оба арестованы, оба судимы по статье 70 Уголовного кодекса антисоветской агитации пропаганда, вторая часть формулировки, направленная на подрыв или ослабление советской власти. Статья влекла за собой до 10 лет лишения свободы. И вот в разгар процесса 5 декабря 65 года около 200 человек на Пушкинскую площадь выходят и принимают участие в так называемом митинги гласности. Лозунгов два. Требуем гласного суда над Синявским и Даниэлем и уважайте советскую конституцию. Вот это требование уважайте свои собственные законы становится для диссидентского движения наиважнейшим. 20 человек задержаны и с этого собственно по мнению ряда историков и начинается открытое правозащитное движение в Советском Союзе. Ну Синявский в феврале 66 года получает 7 лет лагерей строгого режима, Даниэль 5. Но подсудимые не каялись, а более того настаивали на своей невиновности, ссылаясь на конституционное право на свободу слова. руководство Союза писателей естественно как по команде судебную расправу одобряет, но при этом 60 членов Союза писателей подписывают письмо в адрес 23-го съезда, а всего там 80 подписей видных представителей интеллигенции, и это письмо в защиту арестованных. В общей же сложности было направлено в ЦК, Верховный Совет, на съезд более 20 таких письм. Кстати, коллективные письма стали очень важной формой политического протеста пожалуй на всю вторую половину 60-х годов. Дело в том, что такие письма протеста потом ходили в самоиздате, их транслировали по западному радио, людей, которые подписывали такие письма называли подписантами, и многие из них очень серьезно пострадали. Кого-то уволили с работы, кого-то лишили возможности публиковаться, кого-то вышибли из творческих союзов, я уже не говорю об исключении из партии комсомола. Но дело в том, что важнейшей особенностью движения накомысля было то, что репрессии против него приводили к его расширению, то есть привлекали новых людей. Конечно, были моменты, я о них скажу, когда этот круг сжимался, потому что на него совсем уж тяжко, но в основном это был так. Значит, в 1966-168-й годы Александр Гинзбург составляет о процессе Синявского Даниэля так называемую «Белую книгу». Естественно, арестован. Юрий Голландсков готовит к печати публицистический сборник самоздастский со статьей Даниэля «Что такое социалистический реализм?» Арестован, естественно. Участники демонстрации в их защиту в свою очередь арестованы. Итак, каждый процесс привлекает новых людей, эти люди в свою очередь подвергаются репрессиям, и приходят новые протестанты, защищающие уже их. Кстати, вот я сказал о статье 70-е, не могу пройти мимо еще двух милых статей, которые появились в Уголовном кодексе после этого митинга гласности на Путинской. Это статьи 190-я прим, то есть 190-е и примечание 1, и 193. 190-е прим, лишение свободы на срок до 3 лет за систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, поручащих советский государственный и общественный строй, а равное изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания. Заметьте, если форма неустная, то многократность не требуется. А вот статья 190-я пункт 3 боюсь, снова становится актуальной. за организацию о равно активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта государственных общественных учреждений и предприятий. Весна 1968 года начинает выходить правозащитный бюллетень. Хроника текущих событий рассказывает о репрессиях и положении в колониях и лагерях. Редакторы там менялись каждый год-два, внутри максимум, потому что всех арестовывали последовательно. Тем не менее, Хроника выходил до начала 80-х годов. Пожалуй, самый знаменитый эпизод советского диссидентского движения – это август 1968 года, когда семь человек вышли на Красную площадь с протестом против советского вторжения в Чехословакию. Я всех их сейчас назову. Это Константин Бобицкий, Лариса Богорас, Наталья Горбаневская, Вадим Долоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Они подняли лозунги «Позор оккупантам, руки прочь от Чехословакии за нашу и вашу свободу». Продолжало все это, по-моему, менее минуты, потому что тут же их скрутили. Ну, а дальше суд Дремлюгу и Вадима Долоне приговорили к лагерю. Павла Литвинова, кстати, это внук советского наркома иностранных дел Максима Максимовича Литвинова, Ларису Богорас и Бобицкого к ссылке Файнберга отправили в психиатрическую лечебницу. Отпустили только Наталью Горбаневскую, потому что у нее был грудной ребенок, но долго ей на свободе гулять не дали. Уже в 69-м году ее арестовали именно как редактора хроники текущих событий. Понимаете, вот здесь очень важные слова литературного критика Хейфица. После августа 68-го года целое поколение сформировавшееся в СССР после войны осознало, что живет не в коммунистическом государстве, то есть в державе ошибающейся, может быть преступной, но все-таки творческой, экспериментирующей и создающей новые общественные модели для всех народов земли, а просто в агрессивной империи, содействовать которой бывает для человека выгодно, но всегда аморально. после этого начинается создание правозащитных ассоциаций, 69-й год инициативная группа защиты прав человека в СССР, 70-й год комитет прав человека в СССР, лидером которого становится Андрей Дмитрий Сахаров, а власть в свою очередь создают 5-е управление КГБ, специально предназначенное для борьбы с диссидентами и вообще с инакомыслием и особенно часто начинают отправлять диссидентов в психиатрические лечебницы. Понимаете, удобная вещь, не требуется приговора, не ограничен срок заключения и главное, извини за выражение, в психушке, так уж это называлось тогда, с применением психотропных средств можно человека долечить до любого состояния, вплоть до вполне овощного. Во всяком случае, довольно многие, кто прошел психушки и оказались на Западе, вынуждены потом были от последствий этого лечения лечиться уже там. И не могу не привести один диагноз, это Эдуарду Кузнецову поставили такой диагноз. Его признали страдающим вялтекущей шизофренией, это, кстати, тоже медицинское изобретение тех лет, на следующем основании утверждает, что никакого морального кодекса строителей коммунизма нет, а заслуга его создания принадлежит Библии. Ну вот достаточно, чтобы оказаться шизофреником, пусть даже и вялтекущим. 1973-1974 годы очень тяжелый момент, когда КГБ удалось склонить к сотрудничеству двух видных представителей движения инакомысля, и прежде всего Петра Якира, это сын знаменитого советского военачальника, расстрелянного в 1937-м, Иона Эммануиловича Якира, и Виктора Красина. Ну, каким образом на них оказывалось давление, я даже боюсь думать. Но, во всяком случае, они дали показания против в 200 человек, они публично покаялись, призвали недавних единомышленников к прекращению правозащитной деятельности, и, конечно, ситуация оказалась в правозащитном движении очень тяжелой, потому что многие в тюрьмах и лагерях, многие высланы или вынуждены эмигрировать, вот тогда ненадолго прерывался, но все-таки только прервался, а не прекратился выход хроники текущих событий, и такой замечательный поэт и диссидент, как Илья Габай, из-за охватившего его чувство полной безнадежности, просто покончил самоубийством. но понимаете, подавить правозащитное движение не удалось, и прежде всего его главную базу сам издат. Больше того, именно тогда, в 74-м кажется, году на Западе был опубликован архипелаг ГУЛАГ, а это, надо сказать, самая ненавистная советской власти книга. О чем обязательно надо сказать? Вот на прошлой лекции, говоря о временах оттепеля, я упоминал, что инакомыслящие в основном выступали тогда под флагом восстановления очищенного ленинизма. Надо сказать, теперь эта иллюзия постепенно исчезает, и в движении появляется идеологическое множество, идеологический плюрализм. Так, Александр Солженицын в 73-м году в знаменитом письме вождям Советского Союза выступал за авторитарный строй. Правда, он писал, что этот строй должен быть основан не на классовой ненависти, а на человеколюбии. путь западной демократии, писал, он для России или неверен, или преждевремен. И вообще сама эта западная цивилизация, по его мнению, оказалась в кризисе из-за своей, цитирую, гуманистической безрелигиозной культуры. Совершенно другую точку зрения отстаивал Андрей Дмитрий Сахаров, который писал, что демократический путь развития для любой страны является единственным, благоприятным и категорически возражал против стремления отгородить нашу страну от якобы тлетворного влияния Запада. Так что они, эти два самых известных в диссидентском движении человека достаточно решительно разошлись. Следует также иметь в виду, что далеко не все диссидентское движение было именно правозащитным. Были в нем и движения, посвящавшие себя частным проблемам. Были национальные движения, были религиозные движения, но среди религиозных особенно активны были баптисты, пятидесятники, адвентисты, впрочем, и некоторая группа повославных, но только весьма отличавшаяся от официальной позиции тогдашней московской патриархии. Что вызывало к жизни движения религиозные? Прежде всего, невозможность обучать религии детей и свободно проповедовать веру. 1965 год два молодых священника Глеб Якунин и Николай Эшлиман выступили с требованием освободить внутрицерковную жизнь от вмешательства государства. Были в ответ лишены приходов. что касается Якунина, то позднее в 79-м он получил пять лет лагерей и еще пять лет ссылки уже за антисоветскую пропаганду. И уже совсем в другое время, в перестроечное, Глеб Якунин был активным демократическим деятелем, но патриархия потребовала, чтобы священслужители не баллотировались в органы власти. Когда Якунин отказался подчиниться этому требованию, он был запрещен в служении и вынужден из РПЦ уйти в другую церковь, насколько я знаю, в русскую православную автокефальную церковь. Национальные движения, ну, их можно перечислить. Еврейская и немецкая добивались свободы эмиграции, Крымско-Татарская добивалась права возвращения в Крым, Прибалтийские выступали за национальную независимость, были, впрочем, и Закавказские, и Украинское движение было, здесь речь шла прежде всего о развитии национальной культуры на национальном языке, вот это, пожалуй, было главным. Но, надо сказать, что люди, участвовавшие в национальных движениях, особенно в еврейском и немецком, по началу от правозащитников старались отгородиться, потому что опасались, что связь с ними побудит власть только ужесточить политику в сфере эмиграции. Но постепенно стало понятно, что это не так. И наоборот, надо сближаться, потому что осуществить право на эмиграцию можно будет, только если ситуация в целом с правами человека в Советском Союзе изменится. Но и с другой стороны, надо понимать, что от национального движения до националистического один шаг. И, конечно, недовольство советской национальной политикой привело к усилению националистических отношений на окраинах Советского Союза, в первую очередь, это хорошо было известно тогда в Прибалтике, и что меньше было известно, в Средней Азии и в некоторых районах Кавказа. И, конечно, это сказалось прежде всего в год перестройки, и особенно это сказалось потом, после распада Советского Союза. Я должен несколько слов сказать и о движении русских националистов. Оно каким-то образом контактировало с той русской партией, о которой я говорю. Но, в отличие от официальных литераторов, от сотрудников партийного аппарата, русские националисты диссидентского толка, открыто критиковали и советский строй, и советскую идеологию. Ну, несколько примеров. Вот так называемое слово нации, это документ, который распространялся в конце 60-х годов. Авторы анонимные. Идеи. Возрождение великой единой неделимой России. Для нас важна не столько победа демократии над диктатурой, сколько идейная переориентация диктатуры. Это цитаты. Вот Геннадий Шиманов, сам издатский автор. Речь должна идти о православизации всего мира и, как следствие этого, об известной русификации его. Главная его мечта, чтобы советская власть сменила марксизм в качестве ведущей идеологии на православие. Несколько более мягкие позиции занимал ведущий журнал этого направления, сам издатский, конечно, журнал, он назывался Вечи, издавал его Владимир Николаевич Осипов, тоже отсидевший, кстати, в лагерях семь лет за антисоветскую пропаганду. Но многие авторы этого журнала по своим взглядам были скорее ближе к Шеманову, чем к Осипову. Понимаете, до конца 70-х годов движение русских националистов или, по крайней мере, его часть совместно с правозащитниками выступал против политических репрессий. И правозащитники их, кстати, тоже защищали, того же Осипова защищали, когда его в 74-м году арестовали. Но в целом это движение оказалось вне основного русла демократического движения, диссидентского движения, именно из-за антидемократического характера своих программ. После перезатого кризиса 73-74 годов правозащитное движение возрождается, появляется организация международной амнистия, Валентин Турчин лидер его. В 75-м году Андрея Дмитриевича Сахарова присудили Нобелевскую премию мира, в связи с чем была развернута кампания. В газетах, в частности, большая группа академиков и член коров должна была подписать письмо с осуждением Сахарова, и пытались его исключить, насколько я знаю, из Академии наук. Но тут случилось непредвиденное. Кто-то из академиков с места заявил, что нет прецедентов. И тогда, насколько я знаю, был Петр Леонидович Капица, но боюсь ошибиться, заявил, почему есть прецедент. Есть прецедент. Гитлер исключил Эйнштейна из Германской Академии наук. И на этом разговор об исключении Сахарова из Академии наук, как вы понимаете, прекратился сам собой. Вот таких аналогий все-таки не хотели. И это понятно. 1975 год – это очень важное международное событие. Был же подписан заключительный акт совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. Советский Союз очень добивался и добился признания послевоенных границ. Но взамен согласился соблюдать свободы слова, передвижения, выбора места жительства, согласился, не собираясь эти нормы выполнять. И это послужило причиной появления сначала Московской, а затем и других Хельсинских групп. Я вам должен сказать, что это единственная правозащитная организация, которая существует до настоящего времени. Московская Хельсинская группа. Только сегодня председателем ее является Людмила Михайловна Алексеева. Репрессия все не ослабила, как вы догадываетесь. Тот же Юрий Федорович Чарлов получил 7 лет лагерей и 5 лет ссылки. А ведущий деятель еврейского эмигрантского движения Натан Щеранский, тогда он прозвался Анатолием, вошедший в московскую Хельсинскую группу, получил 13 лет лагерей. Правда, его потом обменяли и выслали из Советского Союза. Я очень хочу обратить ваше внимание еще на одно. На отношения между диссидентами и молчащим большинством. Понимаете, они сами действовали открыто. говорили, мы не политики, мы политикой не занимаемся, мы занимаемся правозащитой и парадоксальным образом, в силу ненормальности самой действительности, это их ставило в самый центр политической борьбы, естественно, собственно, вся политика вокруг них и крутилась. И охватывало это движение всего несколько сот человек. Ну, не так много было людей, которые готовы были к постоянным преследованиям, отсидкам и тому подобному. Но симпатиями это движение пользовалось, уверяю вас, широкими. В кругу интеллигенции просто стал складываться определенный этический кодекс. Вот тебя просят взять на хранение какие-то документы, тебя просят, если у тебя есть, скажем, фотоувеличитель, переснять и распечатать там издавскую книгу в виде фотографий, неприлично отказываться. Вот неприлично есть какое-то ощущение, что руку перестанут подавать. Правда, за это полагалось, извините, статья 70-я. Даже не 190-я прим, а именно 70-я. И тоже вспомнил случай из личной истории. Школьник я был, моложе вас, теперешних в 8-м классе был. Идем мы с приятелем после школы, соответственно, это 74-й год, переход у метро Добрынская, загораживает нам дорогу товарищ такого вида, что хочется сразу убежать. Пропитой, грязный, ну, думаем, денег сейчас потребует. А он говорит, ребята, а как там профессор-то? Мы обалдеваем, потому что, во-первых, непонятно, какой профессор, во-вторых, из-за этих уст такие слова неожиданные. Какой еще профессор? Ну, академик-то, Сахаров, как он? Вот, бывают чудеса. Вот я это воспринимаю как чудо. Тогда воспринял. А свидетельствовало это об одном. Узок круг этих революционеров, но не так далеки они от русского народа, как кажется. Вот так. Вы понимаете, и я вам скажу так, режим ведь сам толкал людей к диссидентству. писателей не печатали, вынуждали уходить в сам издат. В конце концов, ну, подумайте сами, если бы тот же архипелаг ГУЛАГ был опубликован, ну, ей-бог, советская власть бы не упала. И, наверное, Солженицын был бы совсем другим в дальнейшем. после истории Синявского и Даниэля предпочитали писателей не судить, а вынуждать к эмиграции. Но я вам только несколько фамилий назову. Наум Коржавин, Владимир Максимов, Владимир Войнович, Владимир Корнилов, Лидь Корниевна-Чуковская. Это те, кого повышибали из союза писателей. В большинстве своем они, конечно, уехали. Я уж не говорю про Василия Павловича Аксенова, которого выгнали из союза кинематографистов за выступление в защите Сахарова. В 1974 году замечательные музыканты Вишневская и Ростропович попросились отпустить их в зарубежную поездку, потому что здесь им не давали концертировать. А почему? На их даче жил долго с Солженицем. Их выпустили. Через два года лишили гражданства. За систематические действия, наносящие ущерб престижу Советского Союза. То есть раз за разом, имя за именем, это же были, поймите, не рядовые люди, это были люди, чьи имена были у нас у всех на слуху. Ну, а дальше вот о чем надо сказать. Рубеж 70-х, начало 80-х, это новое наступление на диссидентское движение, потому что вторжение в Афганистан, вот теперь уже безговорки, и репутация Советского Союза на Западе такая стала, что оглядываться на Запад уже не приходилось, уже хуже не будет. Массовые аресты, почти все лидеры национальных и религиозных движений арестованы, другие мигрировали, Хельсинская группа прекратила свою деятельность в 82-м году, Сахаров был выслан в Горький, режим в местах заключения ужесточился, и в общем КГБ рапортовал, что с правозащитным движением покончено. И оказалось это абсолютной иллюзией. А почему? А потому что условия не изменились. Вот те самые условия, которые людей толкали в эту сторону. Хроника текущих событий хоть с перерывами продолжила выходить. За границей стали печататься так называемые вести из СССР. Фонд помощи политзаключенным созданный в середине 70-х годов. Сначала туда просто собирали пожертвования кто по рублю, кто по пятерке, а потом туда стали поступать деньги фонда Солженицына. Он продолжил работу, и посылки в лагеря продолжали идти. Понимаете, и вот что пишет в своей книге истории накомысля в СССР Людмила Михайловна Алексеева. Я на этой цитате закончу сегодня. Именно из-за беспримерного для послесталинского времени размаха репрессий можно утверждать, что власти оказались бессильны справиться накомыслием вернуть опыта в додиссидентское состояние. Репрессиями была снята видимая часть цепочки открытые общественные ассоциации, но скрытые извенья сохранились и функционируют. Сбор и распространение информации о положении с правами человека в СССР, сам издат, помощь политзаключенным и другим жертвам репрессий. И в эту деятельность наряду с прежними втягиваются новые люди. Это означает, что при малейшем ослаблении давления появятся и открытые формы инакомыслия, возможно, в каком-то новом организационном виде более зрелые, более разработанные на основе прежнего опыта. Подспудная работа мысли, обмен идеями и информацией, ставшей возможным благодаря сам издату, не проходит бесследно. Это было написано, если я правильно понимаю, в самом начале 80-х годов, а перестройка наступила уже в 85-м. Вот на этом я сегодня закончу. Если есть вопросы, буду отвечать. можно дополнить два из-за того? Конечно. Я сам несколько старше нашего уважаемого докладчика. Я уже учился на голосовском факультете в 70-е годы прошлого века. И все это на моих глазах было. Знаете, что я хочу сказать? Были такие низовые апрессии. Знаменитые люди, студенты, преподаватели. Скажем, меня познакомили. Некогда я познакомился после. Один попал в сепушку. Преподаватель. Правда, он в филиале работал. Потому что он смел в своей кандидатской диссертации критиковать Макса. Позиция Икарда. Не у Икардианства. Да, тогда это мог делать только Субасовича. То есть Рашил понятие труда. Его объявили через сутили. Причем для нос написал его руководитель. А этот руководитель у меня читал спецкурс. Так? Вот. Ну, не буду его сейчас прямым называть. Он сейчас пишет. Представляете, вот так? Вот. Другой мой знакомый друг. Так? Опять же. Пошел. Написал дипломную работу. Так? О беклианстве. Опять же. Ну, его руководитель тоже жива сейчас. В философском даже работает немножко. Тоже не буду называть фамилию. Написал донос. Его тоже объявили сумасшедшим. Как же так? В позиции беклианстве. Террорезши? Так? Значит, третий знакомый. Значит, получил несколько лет в лагерей. Из-за того, что вот он как раз обстанавливает литературу. Я с ним спорил, конечно. Все. Что я атеист, атеист. Он такой верующий. Верующий. Веркотских фамилии. Он, наверное, не так давно. Ну, получил несколько лет. Четыре года, по-моему, посетил. Игорях пермских. Так? Значит, кто-то выдал. Дальше. Вот до сих пор мы не знаем, кто, кстати. В общем, на ИСПАКе два студента. Так? Я их не знал. Посадили. За что? Товского работы. Передавали. Да, Товского? Там. Молодежь и эволюция. Русский. Вот. Посадили. И так далее. Я могу... То есть, среди моих знакомых, вот, с теми, кем я знаком был, один или два было, а потом больше, ну, наверное, больше десятка. Знакомишься, говорит, а я там сидел. А исключали. Каждый год. Преподаватель чуть-чуть вышел. Что делать? Он так, шутку чуть-чуть. Поставать надо, ребята. Поставать. Все. Шоу. Там. И так далее. Вот. То есть, я хочу что сказать? Что в советские времена за два-три слова можно было сесть. Так? С одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, отличие было какое? Все эту, горебаную... Так. А, ладно, хорошо. Нехорошую коммунистическую партию ненавидели. Так? Нормальные люди, по крайней мере. Делали одни, что да? А другие нет. То есть, всеобщее диссидентство было, да? Все все понимали. Ну, не знаю. Да. Все все понимали. Вот я хотел бы это сказать. Поэтому результат был естественный. Спасибо большое. Вот диссидентства всеобщего не было. Именно потому, что все все понимали и молчали. А нашлась лишь эта горсточка гнилых интеллигентов, чтобы высказать, что думает молчащий миллион, как сказано Угима. Понимаете, вот я, наверное, мыслил тогда точно так же, как эти люди. Но только я молчал в тряпочку. И тихо восхищался их героизмом. Поэтому вот между нами и ими была огромная разница. И поэтому о всеобщем диссидентстве я бы говорить не стал. Это отважное слово. Извините, а можно спросить, вот вы изучали этих работ? Вот все 70-е годы, видишь, что у меня, пошли под знаком изучения там. Ну, во второй половине, да, кое-что читал уже. Больше в начале 80-х, когда институт закончил. В первой половине, когда учился в школе, конечно, нет. Да, пожалуйста. Я просто хотела задать такой вопрос, связанный с предыдущей историей. А могли ли научные руководители поступить иначе? То есть они вот с такой негативной оценкой рассказываются о научных руководителях? Я, вы знаете, скажу вам так. Я думаю, что научный руководитель мог вызвать такого студента к себе и сказать ему, что ж ты, Вася, делаешь? Ты, Вася, приключений хочешь? Ну, давай, Вася, эти страницы убери. И вот от этих высказываний откажись, потому что иначе, Вася, у тебя будут большие неприятности, а заодно и у меня вместе с тобой. Но не бежать сразу в деканат или в другое место. Все-таки вот за то, что называется недонесением, в те годы не сажали. Не надо путать брежневское время и сталинское. Но есть такая вещь простая, как человеческая порядочность и непорядочность. И она есть всегда. Вот и все. Спасибо. Большое спасибо за легоцию. Я просто не удержалась от реплики. По поводу как раз могли ли бы научные руководители не донести. Виктор Воронков, питерский социолог, он рассказывал, там был юбилей ввода войск в Чехословакию. Он рассказывал такую историю, что когда в августе были введены войска, он написал статью, он учился в какой-то Прибалтийской республике, он там учился в университете. И он написал статью по этому поводу, ну с отрицательным отношением. И его вызвал редактор и сказал, что я тебя спас, что я забрал. То есть в принципе выбор есть всегда. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Кстати, что касается ввода войск в Чехословакию, то я знаю несколько случаев, когда проводил спартийное собрание, так сказать, с одобрением этого дела. И человек, который голосовал против или воздерживался, ну это публичная вещь, с работ выгоняли. Сажать не сажали, но с работ выгоняли. Ну вот тут вот как раз... Да, но вы совершенно правильный пример приводите. Ввода войск в Чехословакию здесь, вот я бы могла высказать такое, даже не мнение, у меня оно основано на исследовании, что как раз открыто население высказывалось исключительно за, и в принципе это было далеко не всегда, в большинстве не всегда вызвано опасением, что за этим что-то последует. Да, естественно. Вот это тут разница между внутриполитическими проблемами и внешними проблемами? Не совсем так, потому что, понимаете, если говорить в целом о населении страны, тут вы правы, безусловно. Если говорить об интеллигенции, то таких, кто, так сказать, этот войск осуждал, их было много, но тех, кто рисковал это сделать не у себя на кухне, а, так сказать, на партийном собрании, вот таких было уже совсем немного. Но я только про население не интеллигенции. А, это другой разговор, конечно. Спасибо. Так и последние события показывают, что это неудивительно. Тоже небольшой вопрос, а в школе существовала какая-то идеология, и в то же время, наоборот, вследствие недавних событий, так скажем, инакомыслия? Видите ли, в школе идеология, конечно, существовала. Она проводилась, во-первых, через уроки истории и литературы, а в начальной школе через уроки чтения. Она проводилась через комсомольскую, пионерскую, октябрятскую организацию. Она проводилась через кинематограф. То есть она охватывала нашу жизнь всецело. И, так сказать, активой этому для детей школьного возраста была только семья. Конечно, наверное, были какие-то молодежные, так сказать, ну не группировки, а... Ну, давайте я скажу современным словом тусовки, где, так сказать, люди разговаривали между собой на эти же темы, но уже критически. Ну, у меня вот такая компания небольшая, буквально из нескольких была. Ну, мы, так сказать, в то время полагались друг на друга, что никто из нас, так сказать, не побежит с записанными речами куда-то дальше. Ну, это круглый лузик. С одноклассниками на эти темы не разговаривали. Только с проверенными друзьями. А то, что в школе идеология была тотальная, вот абсолютно, поверьте, тотальная. Понимаете, учитель, который рисковал в школе сказать что-то критическое не о Советском Союзе, а о персональной Наташи Сталине, уже героем выглядел в глазах детей. И, кстати сказать, вот по опыту первых лет собственного преподавания, я вам могу сказать, что тогда такую популярность заработать было очень легко. Вот я вас благодарю первым делом за лекцию, но вот я как человек ваш одногодом, слушая вас, в какой-то мере воспринимая себя, как будто я жил в другой стране. Ну, у каждого из нас разный опыт. Значит, у меня создаётся впечатление, что вот то, что вы рассказывали о влиянии диссидентского движения, это скорее влияние гуманитарной интеллигенции. Вот я могу сказать про себя так, что я как бы физик, то есть человек, который учился в Палмогоровском интернате, потом в Московском физтех. С одной стороны, нельзя сказать, чтобы не было вот этого влияния, вот тот же Володя Высоцкий к нам приходил и пытался о жизни разговаривать. Но, в то же самое время, вот это диссидентское движение как-то осталось, в общем-то, за бортом. И в то время техническая интеллигенция очень сторонилась вообще всего этого. Было ощущение... Особенно окружение Сахарова и Турчина физики. Но я думаю, что вы во многом правы. Ну, среди физиков это было гораздо больше развито, чем среди гуманитарной интеллигенции. То есть гуманитарная интеллигенция с идеологией работает. А в основном-то как раз диссиденты выходили вот из этого круга. Сахаров, Турчин, Орлов, они же все физики. Никто из них не историк. Из историков диссиденты не выходили в те времена. Или переставали мгновенно быть историками. Но, понимаете, вы во многом, конечно, правы. Только речь идет в данном случае скорее не о гуманитарной интеллигенции, а скорее о творческой интеллигенции. Вот о круге литераторов, художников, не учителей, поверьте, гуманитарных дисциплин. А так, конечно, вы во многом правы. Нет, я про все диссидентские дела, к сожалению, знать не могу. По истории, я вспоминаю, как в 73-м году преподаватель наш, Козлов, профессор, они опубликовали несколько работ. Смысл работ какой был? Что Ленин преувеличил развитие капитализма в России. Олег. В последующих работах. Так, завалировано. Только это выступление должно быть последним, иначе здесь осталось. Да, конечно. Возможность последнего вопроса. Все поверняли, решили там звание и так далее. Да, вот он ветеран войны, брач, он удержался на одной ноге, ходил бомбом, стрелем. Вот, то есть, еще раз, у нас в университете все привыкнуты группы, так? Празвучники, КГБ-шники, КГБ. Чтобы это подтвердить, регулярно, поверечный раз в год, приходил человек с КГБ. И нам рассказывал, такого-то числа, в такой-то комнате, общежитии, какие-то студенты говорили, то-то, то-то. А такого-то числа было бы, то-то, иначе. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ну, в общем, короче говоря, были предупреждения. Еще раз. Потому что, на самом деле, с другой стороны, конечно, все считали нормальным, и Солженицына, и Сахары, и Маркузы, и бог не знает кого. Вы понимаете, есть исключение? Это был период исканий. Вот, если период 60-го, 7-го, 8-го года, период искать, что делать? Куда выйти? Искания были разные, около Максиски. Молодой Макс, Маркузианство, Неомарксизм, Еврокоммунизм. Чего только не было. Работы все доставали, переводили. За счет того, что я чуть моложе, уже в нашем поколении никакого Маркузианства и близко не было. И вот вы знаете, тогда Марксизм был совсем не то, что сейчас, сейчас выродился. Национализм тоже выродился, понимаете, в чем дело. Вот я 70-е, как я получил, что я изучал национализм 70-х годов, хотя сам вы против этого. Как противник, выключал. И вот вы знаете, тогда были великие имена, да? Могу долго-долго упоминать. И рассказывать, сейчас их нет живых у кого. Но, что сейчас собой представляет русский национализм? Мы узнобравы, да? И так далее. То есть, к тому, что многие вещи, которые тогда были интересны, великие, известные люди, Замечательными, сейчас забыты, а второе, они почти исчезли. Ну, значит, время их прошло, конечно, но все-таки, как всегда, бывает грустно. Спасибо. Друзья, может быть, есть последний вопрос? Но давайте только если у школьников. Нет. Ну что, тогда спасибо. Спасибо.